Наше последнее утро в Кератее, в этом доме, в этом году. Сейчас мы уезжаем в Афину. Ну все, мы выехали уже из Кератее, едем в Афины. Расскажу вам, сейчас доедем, уже устроимся в новой квартирке на пару дней. Расскажу вам ситуацию, какие проблемы с такси мы сегодня адские испытали. Едем на мини-веню, загрузили все вещи. Расскажу сейчас. Из Кератее до Афин примерно 42 километра. Дом Ставроса не имеет фактического адреса. И в течение двух недель мы постоянно имели проблемы с вызовом такси, так как таксисты не могут его найти. Приходилось выходить на трассу наверх. Сейчас с утра вызвали такси. Скинуло водителю точную геолокацию. Прождали его час, он так и не приехал. Начали звонить в другие службы такси. У вас много чемоданов, заказывайте две машины, нам говорят. Так, к слову, такси в Греции стоит безумно дорого. За эти 40 километров обычная цена 60-70 евро. В течение двух часов мы просто не могли найти того, кто отвезет нас одной машиной за эти деньги. По итогу, лишь бы отсюда выехать, согласились на то, чтобы приехал мини-вен за 140 евро. Вдумайтесь в это, Абдиралово. Это было просто последней каплей для моей нервной системы. За билеты из Афин в Грузию я заплатила 100 евро. А за 40 километров пути в Афины 140 евро. Чувства, как будто меня обокрали. После кератеи наша малюпусенькая квартирочка на пару дней в Афинах. Единственное, что радует, что здесь есть вот такой балкончик. Маленький такой, маленький, выходящий во двор. Вот здесь два человека ляжет. Кто-то здесь ляжет. В принципе, нам ночь переспать. Одну, вторую. Все нормально. Вот здесь санузел и выход в подъезд. Есть вот такая мини-кухня. Плитки, кофеварка и окно. Я уже пробовала, открыть не могу. Здесь, короче, ручка выломанная, она не открывается. Всем доброе утро. Мы в Афинах. Завтра уезжаем уже в Грузию, а сегодня проведем день в центре. Хотим очень много пройти. Этот дом, мы думаем, что был очень старинным. Но тем более наша квартира. Так как этому способствуют некоторые вещи. Очень старые, мебель. Даже не мебель, а специальные штучки, которые сейчас уже не купились. Таю больше всего удивила смывалка от унитаза. Знаете, как раньше было? В каких-то там сороковых годах. Ну, еще даже, может быть, в Савдепе в нашем детстве вот эта вот дергалка. Тая заходит, такая смотрит, говорит, что это. Я так смеялась вчера. А еще у нас окно в туалете выходит в шахту, которая просто падает. Сейчас покажу вам одну классную вещь, как хозяин этой квартирки придумал. Он ее сдает. Мы с ним вообще не встречались, но ключи он нам оставил. Сейчас покажу как. В общем, мы приехали, дом нашли. Он мне скинул смс-ку, что вот здесь, на вот этом окне, слева от парадной, вот такой умный замок. Здесь вводится код. Вот открываешь такую штучку. Вот, видите? Вводится код. Код, конечно, я говорить не буду. И потом открывается вот эта коробочка. И здесь ключик. Мы взяли ключик. И вчера я затащила чемоданы вот сюда. И там в конце коридора наше временное жилище. И вот вам другие Афины граффити. Это не район Акрополя, не плакая, не монастыраки. Только вышли из дома, Тая уже нашла себе конверсы. На оставшиеся деньги с дня рождения, короче, докупаем. Она так давно хотела эти конверсы. А я всего 32. 50 евро на это потратившись. Сколько у тебя останется? У меня начинается. Что? Вот такое вот у нас обучение сейчас. Ладно. Вот такие разные Афины. Такой контраст, конечно, и диссонанс. Я в Афинах люблю. Тая, что? Только центр. Район Монастыраки и район Акрополя. Крополя и Эрмол и так далее. Да, в общем, центр шикарный. А как, конечно, грязно, шумно. Везде эти граффити ужасные. Ну вот, посмотрите, что это такое. Разруха. У нас такого, конечно, в Одессе нету безобразия в центре. Эти шумные Афины. Идем. Тая сделала покупки. Ты довольна? Да. У меня осталось еще 72 евро, поэтому я иду покупать себе еще одежду по дороге. В Афинах большое количество разных музеев, но мы их, увы, уже не посидим. Да, потому что у нас очень мало времени. Вот очередной из них. Я хочу зайти вот в этот магазин, чтобы посмотреть себе какие-то резинки или заколки, либо жариться, что-то маленькое. Ну, идем. Тая до сих пор любит куклы у нас. Трафик. Мы сейчас находимся на площади Синтагма, и позади меня Афинский парламент. Это парламент. Так интересно посмотреть на солдат и на их форму. Сейчас в Афинах очень жарко, 30 градусов в тени, и я вот смотрю и представляю, насколько им тяжело. Целодейные там солнцепеки вот так вот маршировать. В этой форме жарко. Очень безумно жарко. Ежедневно очень много людей приходит сюда, на эту площадь, посмотреть, потому что это именно как представление. Смена караула у могилы неизвестного солдата. Это, пожалуй, самый необычный ритуал и одна из самых необычных церемоний в мире. Гвардейцы одеты в форму греческой легкой пехоты. Необычный гардероб и специфический несколько комичный стиль ходьбы, подобранных по росту солдат, а они все не меньше 187 сантиметров, не позволяют проникнуться серьезностью ритуала. Обычная смена караула происходит каждый час. Площадь Синтагма – это место, в котором однозначно стоит побывать и посмотреть на эту церемонию. Туристический автобус экскурсионный. Я такое не люблю, потому что из него нельзя выйти, нет остановок, просто смотреть, ехать и смотреть. А дальше мы с Таюсей пришли в национальный ботанический сад. Красиво здесь, здесь много тени, немножко отдохнем, потому что жара сегодня просто изнуряющая. Я вообще люблю бродить по ботаническим садам. Вот здесь столица с колясочкой было бы нормально, но мы сегодня ее оставили дома только из-за того, что мы уже пожалели ребенка, жарко. Этот сад ничем-то напоминает в Парке Победы в Одессе. Прудом, наверное, этим грязненьким, да? Только в Парке Победы у нас сейчас классно. Мы корм не купили с Таюсей, там на входе он продавался. Жара сегодня просто изнуряющая. А я думала, что я привыкла уже к звуку цикад, но они так орут сегодня, что Тая что-то рассказывает, а я слышу цикад громче, чем Таю. Похожий. Тая у нас плохо переносит жару, да? Поэтому я скорее жду, пока мы приближаемся по деньевому саду, по деньевой части сада, и потом пойдем на Эрмоу. Эрмоу – это улица брендовых магазинов, помните, я вам ее показывала в одном афинском видео? Да, но когда мы туда ходили, 10 дней назад, она оказалась закрыта из-за праздников в Греции, поэтому мы туда не попали, и потом сейчас. Идемте, сейчас покажу вам классную штуку. Вот это точно наш парк Победы. Черепашки, смотрите. Маленькие. Какое их количество просто огромное. Иголки один. Боже, их там, наверное, тысячу штук сидит. Почти все черепахи тут красноухи, как наша бывшая черепашка Паша. У нас тоже была такая, и мы отдали его в зоопарк, потому что он сильно вырос. Ему же было тесно в наших условиях нашего маленького аквариума. Он тоже был по роду красноухи. Я смотрю, как этот сидит, вообще ноги растянул, свои лапы. Капец. Таюся тут возмущается, говорит, что условия содержания, конечно, у них не очень. Не знаю, но я думаю, что их подкармливают, но вода грязная. Камни эти, где они сидят неудобные, острые, и им проблематично на них вылезти. И еще то, что черепахи, в основном, им интересно где-то паузы, это не только в плоду, а так они все жизнь проживают в какой-то вот такой воде и как-то не очень. И камни слишком острые для них, им лучше было бы, чтобы они были бы чуть ниже, чтобы они были более плоские. Когда-то у нас дома тоже жили золотые рыбки, а это, по-моему, карп и коя. Я возмущена до глубины души. Пока мы с Тая смотрели на черепах, буквально пару минут это было, нашу бутылку воды полную кто-то забрал. Но люди нормальные, блин, капец. До магазинов далеко идти, пить хочется, жара невыносимая. Какой именно принц? Воспояла, вот поставила на секунду бутылку воды, говорю, люди говно. Мне как-нибудь. Мы уже потихонечку идем на выход, у нас еще сегодня очень много планов. Я хочу высказать свое впечатление насчет этого парка. Сам парк составляет из себя большую темнистую зеленую зону с какими-то редкими растениями. Да, есть много вообще экзотических разных деревьев, пальмы. Красиво. Да, тут можно погулять, но мне очень сильно не понравилось не только содержание черепаха, а то, что вот мы ходили пока по всему парку, мы наткнулись еще на фонтан с рыбками, была ужасно мутная вода. А с черепахами, ну, вода также мутная, острые камни, и у них нету зеленой территории, и их очень много для этого пространства, и это как наше обозрение большее. В общем, мой ребенок возмущен содержанием животных. Ну, что грязно, да, и неизвестно, кормят, не кормят. Вот она идет прям аж расстроилась. Если же делать такой шаг, то лучше будет парламент, это лучше оборудовать прям все. Зеленый тип тут классно, тут приятно гулять, но с животными ужасно, конечно. Как Тая говорит, мама, здесь же рядом прям синтагма-площадь, здесь парламент. Почему они не следят за содержанием, да, животных, что все должно быть чище? Ну, а так, в принципе, прогуляться можно, если вы хотите в течение дня солнечного спастись от изнуряющей афинской жары. Я иду и думаю, что приеду в Грузию, а там не будет цикад. Я уже так привыкла, как они трещат тут вообще в парках, возле домов, да, везде, они повсюду. Ого! Тая купила конверсы, а я, я как обычно, купила себе маечку. Ти-дин! По склонникам. За 5 евро, у меня все дешево, дешевые покупочки. И Алисе купила за 2 евро вот такие заколочки, потому что у нее вечно волосы в глаза лезут. Вот эта челка, и она ходит вечно завешанная. Все, сейчас будем уже отсюда выходить из ботанического сада. Идти в Эрмол. Тая со своим Эрмол, Эрмол стрит, улица Шоттенга. Солдатики маршируют. Ежедневно очень много людей приходит сюда на Синтагму посмотреть, потому что я считаю, что это как реально своеобразное греческое шоу. Дочь моя за свой счет ведет меня в Макдональдс, угощать кофе и чизбургер. Потому что я против, я не хочу в Макдональдс. Я в Макдональдс не была уже около месяца, поэтому я позву скорей. Месяц? А где мы были последний раз в Макдональдсе? В Досе. В Албании не было. Да не понял вообще, когда было. Ты была уже, наверное, зимой последний раз в Одессе. До войны еще. Все, красный. Это адское движение. Смотрите, сколько таксистов. У меня после керате и стоимости такси таксофобия развилась. Это все у нас получилось на 15 лет, и я попросила маму, и в этот раз заплатила мама. Мама сдобрилась просто, пожалела ребенка деньги. У меня бумажка. Что за гадость? Алисе подаришь. Нет, там еще стрижка. Да ничего там нет, ерунда какая-то. А, это какой-то японец? Мы вышли на Эрмол. Позади нас эта улица. Все здесь с пакетами, говорит Тая. Говорит, с пакетами Зара, Бершка. Короче, Тайнрай. У Тая осталось 72 евро. Что ты будешь покупать? Пока что-то не знаю сейчас. Короче, сейчас здесь застрянем надолго. Как всегда, да? Мне нравится этот костюм. Как это можно надеть? Как это можно надеть? Для меня это рок от космодрома. Капец. У меня от этой сумки руки обрываются и плечи. Тяжесть, конечно, ужасная. Я хочу себе, может быть, какую-то гофтичку или светофорную. Мама устала. Я все. У меня так спина полетает. Джинсы вцепилась в них. Я говорю, они большие. Не, они классные. Они большие. Они очень классные. Я сейчас к ним поменю. Худее. Ну, я, короче, кофточку купила. И еще шоперы. Вот эти, как назвать это, не знаю. Оно уже ужасно. Что? Оно большое на тебя, Тай. Ты маленькая, а оно большое очень. Не, да не, ну что это такое. Я иду с какой-то другим кофточком. Ну, блин, она классная, она не очень. Вот вцепилась в эти бусы. Я говорю, такое ощущение, что Алиса взяла веревку и на них нанизала все подряд, что она шла в доме. Ну, Атай, ну они ужасные. Нет, они просто ужасные. Они типа нормальные, типа. Типа. Они ужасные, положи их, пожалуйста. Нет, я иду. Скорее всего, я первым что возьму, вот такой вот шопер. Вот такие вот джинсы. Правда, они стоят 6 евро, но мне они нравятся. 30 евро. И вот такой вот, типа фиолетовый свитер с сердечками. У меня уже похоже есть на зеленый, а будет еще розовый. Вся моя одежда обошлась мне без одежды. Возможно, я другая, но я не люблю ходить по магазинам и покупать одежду. Так устали, что сели просто на входе. Возле магазина здесь это нормально. Итог сегодняшних моих покупателей. Первое, что я взяла, точнее последнее, это вот пластилин. Я уже не сопротивляюсь, я уже просто хочу выйти с этой улицы, если честно. Вот такой вот пластилин. Конверсы. Ну, одежду ты уже показывала, да. И одежду. В общем-то, хороший день удался. Все, Тая, дом мой. Потому что у мамы вечером еще запланирована одна встреча. Да. А мы с Алисей будем в Грузии заниматься и лепить. Я долго не могу находиться в таких местах. Мне уже хочется уйти в более спокойное куда-то. Вот такие еще автобусы ходят. Афины перей. Подумала, вдруг война не закончится. И мы не вернемся домой в ближайшую осень. И мы стоим и стоим и верим в шубу. Ну, это, конечно, знаешь, грустно, да. И смешно, и грустно, как в анекдоте. Ну, действительно, потому что если вдруг нам придется остаться осенью где-то в той же Грузии, а одежды у нас нет осенней вообще. Это уже пятый магазин после маминых слов. Все, это последний. Нет, это правда последний. Ну, короче, мама сегодня просто разорилась. Покупаем мы эти две стоящие шубы. Все, идем уже домой. Чемоданы. Сейчас будем пихать чемоданы. Утром у нас автобус. В 7 дня. Да, пора собираться. У меня еще сегодня встреча важная. Бежимся. Сегодня моя мама потратила все свои деньги. Это точно. Это мой афинский друг Ставрос. Я бы хотела показать вам, как мы добрались сюда, в Перей. Но это было невозможно, потому что мы ехали так быстро, что некоторые моменты я просто закрывала глаза. Доехали мы в этот Перей. Я как раз голову помыла перед выходом. Кошмар такой на голове просто. Огромное количество яхт. Осталось пережить 8 километров до монастыр Ахи. И потом домой. Окей. Да, окей. Знаете, что я считала, что 100 километров в час в машине и 100 километров в час на мотоцикле по автобанам Греции, это абсолютно разные вещи. Это очень страшно. Ставрос показал мне другие Афины, которых я не знала до этого. Шикарный вид на Акрополь ночью. Я думаю, что в Афину мы обязательно вернемся. Продолжение следует... Продолжение следует...